Внедорожная линейка В Западной Европе этот кроссовер пришелся ко двору. Его продажи растут, несмотря на общий спад рынка. Что привлекает в этой недешевой модели европейских покупателей. Дизайн XC60 я бы назвал мягким и спокойным, но в то же время мужским. Обратите внимание на эту высокую плечевую линию. Здесь целый подоконник. Кстати, именно эта деталь создает ощущение защищенности у сидящих внутри. Великолепно смотрится корма автомобиля с огромными задними фонарями. Не заметить техсвет кажется невозможно, особенно ночью. Не хуже и передняя светотехника. В качестве габаритных огней используются полоски светодиодов. А основные ксеноновые фары направляют пятно света туда, куда поворачивает машина. В фальш радиаторной решетки скрыт радар. А около внутри салонного зеркала находится датчик и камера. Работая вместе, вся эта электроника делает XC60 самым безопасным Volvo. 60-й обладает самым большим дорожным просветом во всей вольвовской линейке. Между поверхностью и нижней точкой автомобиля 23 сантиметра. Длинноватый передний свес ограничивает возможности автомобиля по заезду на препятствие. Однако для покорения бордюров этого будет достаточно. Впрочем, у нас еще будет возможность испытать Volvo во внедорожных условиях. За рулем XC60 сидишь высоко и хорошо видишь все, что расположено перед автомобилем. Руль немного великоват, что, впрочем, не мешает. Массивные бока ухудшают обзорность назад, но этот недостаток с лихвой компенсирует большие зеркала и камера заднего вида. Передние кресла достаточно широки, но в то же время не лишены боковой поддержки. Электрические регулировки и память трех положений сидения и зеркал делает комфортной смену водителей. На панели рассыпь кнопок, однако их можно быстро запомнить. Помогает четкая организация по группам. Климатическая установка, как это принято у Volvo, управляется нажатием на фигурку человека. Такой язык поймут даже пришельцы. Комбинацию приборов можно считать оптимальной. Два крупных циферблата отображают скорость и обороты двигателя. Вся остальная информация по мере необходимости появляется на дисплеях рядом. На руль вынесены кнопки управления аудиосистемой и круиз-контролем, а с тыльной стороны – управление навигацией. Если задать цель захочет пассажир, он сможет сделать это с пульта, который поместился в подлокотники. Здесь же находится телефон. На заднем сидении можно ездить втроем, хотя место посередине не самое удобное. Ноги приходится раздвигать. Гораздо комфортнее сидеть в кресле. Собственным подлокотником и управлением аудиосистемой. У Volvo есть специальная система для того, чтобы вывозить детей, которые уже выросли из детского кресла. Вот такая вот удобная подушка, которую можно сделать еще немного выше. XC60 предлагается с шестицилиндровым бензиновым или пятицилиндровым дизельным моторами. Оба с турбонаддувом. Мы взяли на тест дизельную версию с автоматической коробкой передач. 185 сил и 400 ньютон-метров с лихвой хватает и для интенсивной городской езды, и для обгонов на трассе. Расход дизельного топлива при выезде из города на шоссе снизился с 13 до 11 литров. К сожалению, мотор оказался шумноват. Несмотря на хорошую изоляцию от звуков дороги, в салоне слышно его ворчание, особенно на холостых оборотах. Опционально шасси обладает тремя видами настроек. В комфортном режиме оно нивелирует все мелкие недостатки дороги, однако с ростом скорости появляется ощутимая раскачка кузова. При быстрой езде лучше включить режим спорт. Машина тут же становится собранней, и повороты можно штурмовать с большей скоростью и уверенностью. Еще более жесткий режим подвески Advanced, кажется, подойдет лишь для идеально ровного шоссе, где дизельный 60-й сможет разогнаться до максимальных 200 км в час. Мы начинаем небольшое внедорожное испытание модели XC60. И хотя всем ясно, что на кроссоверах не ездят по бездорожью, тем не менее интересно, на что способен этот автомобиль. Не уверен, что поехал бы в такие ямы, если бы этот кроссовер принадлежал мне. Сейчас вы видели, как работает система Heal Assist. Подъезжая к крутому склону, достаточно включить первую передачу и нажать одну кнопку. И машина сама решит, с какой скоростью вам спускаться с холма. Гладкая резина Pirelli, установленная на 60-м, не лучшим образом подходит для бездорожья. Но со всеми поставленными задачами машина справилась вполне уверенно. Верите вы мне или нет, я не нажимал педаль тормоза. Сработала система City Safety, которая в экстренной ситуации сама остановит автомобиль. Автоторможение поможет избежать столкновения при скорости до 30 км в час. Или минимизирует его последствия, если вы движетесь быстрее. Умный XC60 также будет следить за тем, чтобы водитель не съехал с полосы. Поможет заметить другую машину в слепой зоне. И сделает еще множество полезного, чтобы сохранить людей и технику. Новый кроссовер в очередной раз подтвердил известный стереотип о безопасности машин шведской марки. Это респектабельный автомобиль, щедро дарящий своему владельцу спокойствие и уверенность. Увы, при минимальной цене в 1.635.000 рублей доступен он далеко не каждому. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»